МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и главное сегодня. К знаниям через карьер и озеро отходов пешком. Конечно, страшно. Что делать? Идти-то надо. Возить детей из Николаевки на автобусах отказываются водители. Никто из заложников не пострадал. Сотрудники ФСБ провели учения в детском лагере. Не найдя автомобиль, решил голодать. Я буду здесь ездить, голодать. Пока не вернут машину. Парковка у магазина стала местом раздора. Единственный в Сибири, в Сибади, открыли уникальный центр повышения квалификации водителей. Актер меняет профессию. О новом витке в карьере расскажет дебютант фестиваля движения, режиссер Кирилл Плетнев. И диагностика превыше всего. Вовремя не обращались к врачам. И вдруг не с того не сего. Вот такая обнаружилась вещь. В регионе появятся центры амбулаторной онкологической помощи. В поселке Николаевка угроза остановки учебного процесса. Детей сегодня возили на уроки в школьном автобусе в последний раз. Об этом их предупредили водители. Дорога, ведущая на улицу Студенческая, пришла в негодность. Шоферы, переживая за безопасность детей и техническое состояние своих транспортных средств, отказываются забирать учеников с отдаленной улицы. Единственный выход – пройти пешком напрямую 3 километра через свалку, карьер и озеро отходов, где постоянными обитателями стали бродячие собаки. Придется ли с понедельника николаевским школьникам совершать рискованный марш-бросок за знаниями? В ситуации разбирался Константин Поминов. 7.15 утра. На улице Студенческой, поселка Николаевка, Аншлаг. Вот такой дружной компанией каждое утро местные жители провожают своих детей в школу. За ними должен заехать автобус. Это не роскошь, а вынужденная мера. Общественный транспорт сюда не заходит, а живут ребята в 3,5 километрах от школы. Дорога в поселок всего одна и давно уже пришла в негодность. Водители школьных автобусов грозятся прекратить возить детей из-за огромных ям. Вообще невозможно. За 10 лет вообще разбили ее. Я сюда трачу 20 минут туда и обратно. Это от перекрестка. Хотя это по мне положено. Падают школьники на 30 минут на уроки. Сейчас второй раз делаю заднюю подвеску. Больше мне никто в департамент сказал денег не даст. Пускай, говорят, решается дорогой. Два года назад этой дорогой уже занимались. Старое покрытие сняли, размельчили и уложили вторично. Такого ремонта не хватило и на год. Жители поселка во всем винят образованный рядом карьер и сельхозугодия китайских предпринимателей. Завидным постоянством в обе стороны двигаются многотонные большегрузы, которые сначала разбили дорогу, а теперь уже и сами с трудом преодолевают глубокие ямы. У нас здесь кто с Николаевки находится, обращались к ним. Кто сказал, что делали заявку в администрацию, администрация якобы ответила, что дорогу нам делать больше не будут. Вам же уже делали дорогу, делать больше не будут. Чтобы совсем не остаться без транспорта, люди взяли лопаты и засыпали небольшой участок проблемной дороги землей. Водители ругаются, но едут. Однако такой ремонт скорее от отчаяния. После первого же дождя все заплатки смоют. Тогда школьникам предстоит каждое утро совершать марш-бросок в два километра по глиняной дороге, где с одной стороны мусорная свалка, а с другой – озеро мыльных отходов с предприятия. Эта дорога напрямую получается. Зимой ее не чистят вообще. То есть идем по тропинке, сами проминаем и идем, так сказать. А не страшно зимой по темноте, по пустырю ходить вместе с детьми? Ну, конечно, страшно. А что делать? Идти-то надо. Село Николаевка от города Омска находится буквально в трех километрах. Но ситуация с дорогами здесь сравнима с самыми отдаленными деревнями Омской области. Самое страшное, что пока в теплых кабинетах несколько лет не могут решить вопрос с асфальтированием этого маленького участка, школьники так и продолжают в любую погоду добираться до школы по этому пути. Константин Поминов, Александр Козлов, 12 канал. Официально комментарий по проблеме в Николаевке оперативно получить нам не удалось. Однако мы надеемся, что в связи с серьезностью ситуации департамент образования в кратчайшие сроки вмешается и решит возникшую проблему. Мы будем следить за развитием событий. Взяли заложников и угрожали взрывом в Омской области. Обезвредили опасных террористов. Учения прошли в Омском районе. В них были задействованы представители ФСБ, полиции, МЧС, Росгвардии, областного правительства и других ведомств. По сценарию, опытные боевики, прошедшие спецподготовку, захватили детский оздоровительный лагерь «Березка». Для локализации террористической угрозы к работе приступил оперативный штаб в Омской области. В ходе учений специалисты отработали межведомственное взаимодействие. Оповещение граждан о решениях оперативного штаба, ведении переговоров с преступниками, эвакуацию населения, операцию по освобождению заложников и локализацию угрозы взрыва. Все поставленные цели были достигнуты. Если раньше мы проводили учения по пресечению террористического акта на конкретном объекте, данные учения были посвящены непосредственно проведению комплекса мероприятий по пресечению теракта на территории населенных пунктов Омского муниципального района и в окружении города Омска. Масштабность мероприятий обуславливалась тем, что привлекались силы и средства из резервов федерального оперативного штаба, возглавляемого директором ФСБ России. Решил голодать из-за автомобиля. У Амича нет ног. Их ампутировали еще 40 лет назад, когда мужчина работал на Севере и строил железную дорогу. Теперь инвалид первой группы лишился собственного спецавтомобиля на ручном управлении. Машину эвакуировали госавтоинспекторы возле одного из омских гипермаркетов. При этом своей вины пенсионер не отрицает. Но поясняет, что припарковал авто под запрещающим знаком только потому, что места для инвалидов оказались заняты. Подробнее Тахмина Танысова. Из реанимобиля скорой медицинской помощи 64-летнему Владимиру Жедовленко помогают выйти хрупкие фельдшеры. Мужчина инвалид первой группы, у него нет ног, поэтому на жестких протезах покинуть автомобиль самостоятельно не может. У него высокое давление, но от госпитализации, несмотря на уговоры медиков, он отказался. Пенсионер хочет уехать домой, но на своем автомобиле, который эвакуировали госавтоинспекторы. По словам мужчины, он припарковался у входа в гипермаркет под знаком «Остановка запрещена». Но мера эта была вынужденная, так как ближайшие места для инвалидов были заняты, а те, что свободны, находились далеко. Это произвол по отношению к инвалиду. Это произвол, я считаю. Я потом, когда выяснять уже начал туда-сюда, эти подъехали инспектора, я с ними начал говорить, что ребята, ну так и так, ну это же машина со знаками, все, ну уже видно, что это не так просто. А вы нарушили законность. Есть база данных, есть мой номер телефона. По громко, вот, на моменте объясняют, что мы объявляем, что вот такой-то, такой-то автомобиль, уберите. Ничего. Если бы в момент эвакуации авто пенсионер находился рядом, то ему бы просто выписали штраф и машину не забрали. Но никто и ни о чем его предупреждать не стал, а самым простым решением оказалось буквальное выполнение закона. Как результат, человек без ног лишился единственного средства передвижения, а его машину со знаком ручного управления увезли на платную стоянку. Сотрудники госавтоинспекции в соответствии с действующим законодательством приняли меры по эвакуации автомобиля. Если, допустим, под запрещающим знаком размещена также табличка, кроме инвалида, то есть есть такая табличка, она предусмотрена правильным движением, то, соответственно, это действие таких запрещающих знаков не распространяется на автомобиле, за рулем которых находится инвалид. Такой таблички под знаком у гипермаркета не было. Свою вину пенсионер не отрицает. Но остальные водители, говорит он, либо быстро уехали, увидев госавтоинспекторов, либо отделались только штрафом, так как были возле своих машин. Кстати, к приезду нашей съемочной группы под знаком вновь были автомобили, в том числе дорогостоящие иномарки. И с их эвакуацией никто не спешил. Инвалид не должен рассчитывать на послабление, если он на красный поехал, пьяный за рулем. Парковка должна быть послабление инвалидам. Даже если он чуть-чуть нарушил, если он никому не мешает, я буду здесь сидеть голодать, пока не вернут машину. К счастью, голодать пенсионеру пришлось всего пять часов. Автомобиль ему все же вернули и даже не взяли денег за стоянку. Оказалось, что федеральный закон в Омской области все же с человеческим лицом. Правда, и с опозданием на несколько часов. А вот штраф инвалиду все же придется заплатить в размере полутора тысяч рублей. Тахмин Атынысова и Сергей Гаврилов. 12 канал. За два года отремонтировали больше, чем за 10 лет. В Омской области подводят итоги проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году по программе ремонтируют 46 участков. 40 в Омске и еще 6 за его пределами. На эти цели выделено 2 миллиарда рублей. Ремонт объектов завершится в октябре. Они готовы больше, чем на 90%. Какое продолжение получит проект в Омской области, сейчас решает в Росавтодоре. Там проходит серия совещаний по предварительному рассмотрению региональных программ. Ожидается, что наш регион получит из федерального бюджета беспрецедентную сумму поддержки 24 миллиарда. Еще 6 миллиардов выделят из областной казны по программе софинансирования. Средства распределят на 6 лет. Добавлю, что Александр Бурков назвал ремонт дорог в области приоритетным направлением. Президент Владимир Путин поставил в майском указе задачу увеличить долю региональных дорог, которые соответствуют нормативам минимум до 50%. Добиться этого в Омске благодаря программе уже удалось. Мы должны были с 47 до 57 увеличить долю дорог в нормативном состоянии за счет ремонта 135 километров. С учетом экономии мы на 20 километров больше ремонтируем и показатель у нас будет не 57, а 58%. Это мы берем как раз и дороги города Омска и прилегающие 50 километров. Со следующего года в проект безопасной и качественной дороги можно будет включить трассы, которые находятся дальше 50 километров от Омска. Поэтому в 2019 планируют отремонтировать 157 километров магистрали вне городской агломерации. В первую очередь в список попадут участки с высокой интенсивностью движения, трассы с автобусным сообщением, а также непроезжие дороги. Перечень объектов уточняется. Какие конкретно дороги отремонтируют в области в следующем году, какие построят в городе, об этом речь пойдет и в итоговой программе «Акценты недели» с Анастасией Галаевой. И вот какие еще темы найдут свое отражение в эфире 12 канала в эту субботу в 19.30. Проезд разрешен, но лишь для 25-тонных КАМАЗов, что показали испытания, главное, когда откроют юбилейный мост. И какой на очереди для капитального ремонта следующий, ленинградский? Неужели здесь тоже, как и в центре, полностью перекроют проезд? Эксклюзивный комментарий мэра Оксаны Фадиной. Пенсионное законодательство изменится. Значит ли это, что и льготы людям старшего поколения теперь станут предоставлять позже? Какие важные решения приняли омские законодатели, чью инициативу поддержали? Что будет с региональным материнским капиталом? Продлят ли действия программы? И почему для того, чтобы выплачивать 138 тысяч за рождение третьего ребенка, власти нужно мужество? Проблемой дольщиков займется новый уполномоченный по правам человека. Знакомьтесь, это Ирина Касьянова. Она официально вступила в должность. Кто и как предложил ей стать омским омбудсменом? Что она обсуждала с Татьяной Москальковой, занимающей этот пост на уровне Федерации? И в каких еще сферах собирается защищать интересы омещей? Омские волонтеры учились искать пропавших детей. Но почему для этого пришлось ехать на Северный Кавказ в Российский институт спецназа? Как постигали теорию и практику в горах и лесах? Чему научились добровольцы? И как теперь они смогут спасать жизни? Не пропустите новый выпуск «Акцентов недели» в эту субботу в 19.30 на 12 канале. Первый в Сибири и третий в стране. Сегодня в Сибаде открыли специализированный центр повышения квалификации водителей. За право создать его боролись 40 российских вузов, но выбор экспертов пал на наш город. Центр оснастили современным оборудованием и специальными тренажерами. Так что повышать квалификацию в Омске будут не только мячи, но и водители из других регионов. Но главное, здесь будут обучать и инструкторов по вождению, а также экспертов сертифицирующих автошколы. Тему продолжит Елена Смирнова. Этот тренажер уникален. Такие специализированные симуляторы мотоциклов встречаются в России вообще крайне редко. Он позволяет полностью воспроизвести процесс управления, причем испытать себя в разных условиях, например, непогода, либо темное время суток, и побывать в самых различных дорожных ситуациях. Будь то внезапный выезд на встречку, либо неожиданное появление пешехода на проезжей части. Сладать с ним достаточно непросто, особенно с непривычки. У меня получается весьма спорно, я бы сказала. Но после нескольких занятий будущий водитель готов, если не ко всему, то, по крайней мере, начальные навыки у него будут вполне уверенные. Тренироваться на таком симуляторе куда безопаснее, чем на обычном стареньком мотоцикле, как это практикуется в большинстве автошкол. Да и простор для маневра больше на выбор потенциального байкера десятки ландшафтов. От безлюдного загородного шоссе до оживленных магистралей. Еще одна редкость в арсенале нового учебного центра – симуляторы грузовых машин. Есть тренажеры на полностью ручном управлении для обучения людей с особенностями здоровья. Оснащен центр настоящими авто. В парке 21 машина. Легковушки, газели, мото и квадроциклы. Все оснащены проблесковыми маячками. С началом движения загорается желтый, в случае ошибки – красный огонек. Маршруты задания обучающиеся увидят на специальном планшете. Инструктора на пассажирском сидении не будет. Наблюдение за действиями ученика организуют из диспетчерского пункта. Человеческий фактор исключен. Здесь будет все очень объективно. Оценивают программы, оценивают, по сути дела, оборудование. И тогда, выходя отсюда, каждый человек будет понимать, он имеет право и готов ли он обучать других, которые через какой-то период времени выйдут на дорогу, сядут за руль. И мы должны быть все уверены, кто причастен к этому замечательному событию, что выехавшие на дорогу и инструкторы, и их подопечные не принесут беды нашим жителям. К 2030 году число аварий, особенно смертельных, на российских дорогах должно быть сведено к нулю. Такую задачу ставит федеральное правительство. Отсюда повышенное внимание к подготовке и самих водителей, и тех, кто учит правильно выжимать сцепление, переключать скорости и крутить руль. В новом центре готовить будут не только водители, акцент на обучении инструкторов по вождению. В учебном плане десятки курсов от 16 до 500 часов. За право устроить у себя столь мощную и оснащенную образовательную площадку боролись 40 российских вузов. Победа за Сибади. Новое направление, о которых немного сегодня уже говорили, это подготовка экспертов. Это те люди, которые должны будут дальше заниматься сертификацией уже действующих автошкол. Это должны быть опытные, знающие, то есть и проверенные люди. А второй момент, это независимая оценка квалификации. В перспективе также открытие аналогичного учебного центра, но для юных автолюбителей от 5 до 18 лет, чтобы с детства прививать им культуру и навыки безопасного вождения. Что касается взрослых, групп заявки от желающих пройти обучение со всей Сибири уже принимаются. Елена Смирнова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Сегодня на шестом национальном кинофестивале дебютов движения показали сразу несколько фильмов, которые являются одними из основных претендентов на победу в конкурсе. Так, в номинации «Движение Вектор» представили картину режиссера Алексея Федорченко «Война Анны». Драма переносит зрителей в канун Второй мировой. После гибели семьи, шестилетняя Аня два года прячется в нерабочем камине немецкой комендатуры. В этих страшных условиях девочке удается не только выжить, но и не утратить человечность. А в театре драмы о мечи смогли познакомиться с документальным фильмом Алены Полуниной «Своя республика», о событиях в Донбассе и посмотреть эпизод мистического сериала «Мертвое озеро». А сейчас гость нашей студии, известный актер, сценарист, продюсер, а с недавних пор и режиссер Кирилл Плетнев. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Вы презентуете свою картину «Без меня». Вот как сами оцениваете свою работу? Прекрасно. Я прекрасно оцениваю свою работу. Мне кажется, что получилось замечательное кино, очень зрительское. Таких фильмов в нашей стране еще не было. Те, кто любит какие-то западные картины, наверняка видели такие фильмы, как «Дневник памяти», «Виноваты лишь звезды», то есть такие мелодрамы с горько-сладким послевкусием. Вот наша картина, скажем так, с этой полки. Могу сказать честно, я не стал бы переделывать ничего. На мой взгляд, получилась такая импрессионистическая картина. То есть здесь нету, знаете, бывает там актерский фильм. Вот там «Жги», например, моя первая картина. Это была такая чисто актерская картина. Здесь же все компоненты работают. Здесь прекрасная работа оператора Михаила Милашина. Он снимал такие картины, как «Лед», «Напарник», «Призрак». Прекрасная работа композитора Артема Михаенкина, который делал «Самый лучший день». Вот же гимны с ним делали. Замечательная работа «Царство небесное» уже, к сожалению, ушла от Наскати Залетаева, художника-постановщика. Это была ее последняя работа. Вот. И прекрасная актерская работа. И Полина Максимова, которая предстанет перед зрителем в совершенно новом образе. Все привыкли ее видеть и помнят ее по сериалу «Девчонки». Вот. Мы ее подстригли очень коротко. И она стала такой европейской звездой. Вот. Замечательная работа у Любы Аксеновой, тоже очень непохожая на нее. Ну, и Риналь Мухаммедов тоже очень хорош. Так что, я думаю, там есть на что посмотреть. Ваша вторая режиссерская работа. Скажите, когда у актера наступает такой момент, когда он понимает, что готов реализовать себя в новом амплуа? Знаете, я всегда хотел быть режиссером. Это было мое первое желание. Актер это уже впоследствии возникло. Поэтому я к этому шел на протяжении 32 лет. А участие в фестивале, насколько это почетно, ответственно и, быть может, волнительно? Тем более, ваша картина, она закрывает фестиваль, ну а потом выходит в большой прокат. Ну, конечно, это волнительно. И, безусловно, во-первых, в Омске, можно сказать, мы отпускаем ребенка. То есть, раньше мы его держали на руках, а здесь первый раз мы его отпускаем. Вот он начинает делать свои первые шаги. Ребенка фильм, имеется в виду. Когда у картины есть успех, это чувствуется всегда. Да, в зале будет очень много моих коллег. Да, это люди искушенные. Да, там, не всегда с положительным зарядом эмоций. Вот, бывает все. Это все абсолютно нормально. Я пойму, я почувствую, я пойму по реакции, произошло это или не произошло. Сейчас есть какие-то проекты, над которыми подумываете, или вы уже как-то начали работать? Я снял уже третий фильм, он уже снят. У меня осталось три смены до съемок. Вот, называется он «Семь ужинов». Это романтическая комедия, такая в духе фильмов «Реальная любовь», «Нотинг Хилл». Вот таких фильмов. Он будет показан, в прокат он выйдет 14 февраля. В главных ролях там тоже Полина Максимова и Роман Курцин. И это абсолютно романтическая комедия, это совсем другой жанр, чистый жанр, чистое развлекательное кино. Мне интересно это было попробовать. Но романтика, да? Что в фильме без меня романтика, что в этом фильме вы самый по жизни романтик. Да, да, хоть мне и скоро 40. Тогда, обращаясь к своему зрителю, может быть, дадите рекомендации, как готовиться или настраиваться на фильм? То есть, о чем перестать думать, просто погрузиться в процесс? Знаете, самая лучшая рекомендация – это прийти и… Прийти со своей половиной. Наверное, так. Может быть, прийти тому, кто мечтает о своей половине. И просто получить удовольствие от просмотра. Я думаю, что фактически все зрители в глубине души романтики, где-то есть налет цинизма, безусловно. Если он спадет, то это будет прекрасно. Приходите 30 сентября, смотрите фильм без меня, а прокат у нас начинается с 11 октября. И тоже приходите. Спасибо вам большое, что нашли время. Гостем студии был режиссер Кирилл Плетнев. И смотрите во второй части выпуска. Диагностика превыше всего. Вовремя не обращались к врачам, и вдруг ни с того ни с сего. Вот такая обнаружилась вещь. В регионе появятся центры амбулаторной онкологической помощи. На кону 1 миллион долларов. Кто из омских бойцов поборется за чемпионский титул и внушительный денежный приз? В Омской области появятся центры амбулаторной онкологической помощи. Новые медучреждения откроются в городе и сельских районах в рамках федеральной программы онкологии. Это будет переход на новую модель оказания медицинской помощи. Сегодня проект новой национальной программы обсуждали в Омске лучшие врачи Сибири. В клиническом онкологическом диспансере стартовала большая научно-техническая конференция. С подробностями Екатерина Лушникова. Виталий Лаксдин проходит курс лечения в онкодиспансере после второй операции. С болезнью борется уже второй год. О недуге узнал случайно. Острая боль в животе, госпитализация по скорой и диагноз. Злокачественная опухоль в брюшной полости. Вовремя не обращались к врачам и вдруг не с того нести его. Вот такая обнаружилась вещь. Только в этом хирургическом отделении врачи проводят до 1300 операций в год. Онкологи не устают повторять. Сегодня рак излечим. Главное вовремя его обнаружить. Вовремя выявленная опухоль, желудочно-кишечного тракта и своевременное лечение приводят к 100% выздоровлению пациентов. Поздняя обращаемость пациентов приводит к тому, что операции намного тяжелее, дольше, выздоровление дольше. И очень высокий процент инвалидизации именно после таких операций на поздних стадиях обращения. Как продлить жизнь пациентов с онкозаболеваниями в Омске обсуждают лучшие онкологи Сибири. На повестке дня не только обмен опытом. В России готовится новая национальная онкологическая программа до 2030 года. Она будет нацелена на раннее выявление онкопатологий у взрослых и детей, модернизацию материально-технической базы медучреждений, обеспечение медикаментами и увеличение штата врачей-онкологов в каждом регионе. В среднем по России есть дефицит врачей-специалистов. Не хватает онкологов, онкологов первичных онкологических кабинетов. Сейчас создается национальная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, где предложено создать центры амбулаторной онкологической помощи, то есть как бы межрайоны, оснастить их оборудованием, компьютерными томографией, эндоскопической, чтобы пациентам повысить доступность обследования. Развитие онкологической службы в Омской области находится на мировом уровне. На базе омского онкодиспансера работает российско-французский центр. А в рамках национальной программы планируется открытие центров онкологической помощи и в сельских районах. Планируем по защищенным нами паспортам проектов создать до 2024 года 4 таких центра. Будем надеяться, что программа эта будет продолжаться как минимум еще в дальнейшем 6 лет. И тогда мы будем продвигаться дальше, охватывать сети практически полностью весь регион. Выявить рак на ранней стадии помогают скрининговые программы. Врачи советуют не пренебрегать такими исследованиями, как флюорография, маммография и анализ крови. Профилактикой также служат отказ от вредных привычек и здоровое питание. В областном конгресс-холле сегодня чествовали инженеров свой профессиональный праздник. Готовятся отметить машиностроители. В этом году знаменательная дата выпала на 30 сентября. День машиностроителя стал данью уважения сотрудникам, которые создают машины, электронные приборы, оборудование для сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Профессия относится к числу вредных. Работникам отрасли положены социальные льготы. Сегодня в преддверии праздника лучшие представители отрасли вручили дипломы и благодарственные письма. Немногие города Российской Федерации могут похвастаться такой историей, которую имеем мы, город Омск, из купеческого, небольшого такого, уютного города, переросшего в город Миллионник, который имеет право себя называть машиностроителем. Дорогие друзья, всех с праздником, здоровья, успехов, счастья. А сейчас время новостей спорта и в студии приветствую Алексея Дарьева. Привет, Алексей. Привет, Анна. Леша, ну несколько часов назад стало известно, что один из омских спортсменов может стать обладателем одного миллиона долларов. Да, причем уже в достаточно скором времени именно такой вот пообещали приятный, согласись, бонус за победу организаторы представительного турнира. Какого именно турнира, о каком виде спорта идет речь, расскажу уже через несколько секунд. Завтра, 29 сентября, в Сан-Хосе, штат Калифорния, состоится турнир «Беллатр-2006». Американская спортивная организация совместно с рэпером «Фифти Цент» уже назвала главный приз в гран-при в полусредневесовой категории. Кроме титула чемпиона, победитель станет обладателем одного миллиона долларов США. Отметим, что в эту субботу в первом раунде гран-при состоится поединок между мячом Андреем Корешковым и бразильцем Дугласом Лимой. О приятном стимуле в виде денежного приза для своего подопечного в Инстаграм высказался Александр Шлеменко, цитирую. «Тот, кто выиграет, получит не только пояс чемпиона в полусредневесе, но еще и один миллион долларов от «Фифти Цент». Это серьезная заявка на престиж гран-при. Да и в целом очень хороший стимул выигрывать, заниматься спортом, быть здоровым, сильным, но и богатым», прокомментировал Шлеменко. Напомню, Андрей Корешков и Дуглас Лима на ринге встречались уже дважды. Счет в истории их противостояний пока равный 1-1. В 2015 году Корешков победил Лиму единогласным решением судей. Второй бой прошел в ноябре 2016 года, и здесь уже Лима взял реванш, нокаутировав Корешкова. В Калифорнии Корешков и Шлеменко находятся уже несколько недель усиленно готовясь к бою с принципиальным для мяча соперником. К другим темам. Масштабный проект Олимпийского комитета России пройдет по всей стране в эту субботу. Всероссийский день ходьбы – крупнейшее мероприятие, которое проводится в рамках программы «Содействие развитию массового спорта Олимпийская страна». В этом году мячи выйдут на старт 29 сентября ровно в полдень. Но уже в 11 часов организаторы ждут всех желающих на мероприятиях, призванных разогреть участников перед стартом. А в 11.45 все внимание будет приковано к сцене, где начнется официальная церемония открытия. Трасса длиной около 3 километров будет проложена по территории природного парка «Птичья гавань», что на улице Енисейской. Чтобы стать полноправным участником Всероссийского дня ходьбы 2018, нужно пройти регистрацию на сайте wd.teamrussia.pro. При этом нельзя забывать, что все участники должны предоставить в оргкомитет заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, а лица в возрасте до 18 лет допускаются только при наличии медицинского заключения и письменного разрешения родителей. В последних числах сентября Советский парк культуры и отдыха вновь станет центром лыжного спорта Омской области. На его территории 29 и 30 сентября пройдет третий этап чемпионата и первенства региона по лыжным гонкам. Синоптики снега пока не обещают, но для лыжников это вовсе не проблема. Начало соревнований запланировано на 11 часов в оба дня турнира. Напомним, что второй этап чемпионата проходил в начале сентября и его участниками стали 170 человек. И последнее. Золотая осень соберет туристов. Чемпионат Омской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях с таким поэтичным названием пройдет в Горьковском районе. Соревнования в рамках туристического слета будут проходить в окрестностях села Согра вплоть по 30 сентября. Организаторы ожидают, что участников на турнире соберется не меньше 100 человек. Состязаться спортсмены будут как в личном, так и в смешанном зачете. Победителями станут те, кто покажет лучшее время по итогам прохождения дистанции. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. Хороших вам выходных. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. После рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Ишмаев. Лишний вес. 1 октября в Доме Союзов. 18 часов. Вход свободный. И о погоде. Завтра 29 сентября по области Ивомске переменная облачность без осадков. В районах ночью 6-9 тепла, днем от 9 до плюс 11. В Ивомске будет чуть теплее до 12 градусов ночью и до 15 с плюсом днем. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Таковы новости этой пятницы. Спасибо за внимание и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!